Телеканал Донбасс. Задолжали людям деньги, пусть продают самолеты. На сторону сотрудников обанкротившейся авиакомпании Донбасс-Аэро стал генеральный прокурор Украины. Виктор Пшонко прибыл сегодня в Донецк, чтобы представить нового прокурора области. Сергей Зленко подробнее. Невыплатой зарплаты сотрудникам авиакомпании Донбасс-Аэро заинтересовалась генеральная прокуратура. Глава ведомства Виктор Пшонко взял ситуацию под личный контроль и предложил вариант решения вопроса. Кто позволил людям не платить заработную плату? Более того, в нарушение закона 442 работника поставлены на грань увольнения. Я еще раз повторяю, в нарушение закона. Смотрю, два самолета есть в этой организации. Пожалуйста, пусть продают два самолета, устанавливают им цену по этим двум самолетам и возвращают работникам деньги. Также генпрокурор поделился подробностями о крушении в Донецком аэропорту Ан-24. По новым данным, на борту Рейса Одесса-Донецк было 48 человек, а не 52, как сообщалось ранее. Девять членов экипажа и 39 пассажиров. Причем двое из них были без билетов. Что касается записи черного ящика, то их еще не расшифровали. Нормами, которые имеются у специалистов, выделено на это до 60 дней. Мы следствием планируем, что все-таки в пределах месяца где-то завершить это исследование. Также Виктор Пшенко сегодня представил нового прокурора Донецкой области. По его словам, Олег Сюсяйло – специалист с 19-летним опытом работы. Пусть все будет у него и у вас на прокурорском поприще хорошо. А мы за этим проследим. Предыдущий областной прокурор пошел на повышение в Киев. Владимир Вышинский возглавит новое управление генпрокуратуры по защите прав детей. Сергей Зленко, Виталий Богачук, Телеканал Донбасс.